Всем привет! Сегодня 20 июля, 9.30 утра. Сегодня по-настоящему доброе утро, так как ночь была тихая. Не было слышно раскатов, ни канонад, ни взрывов, ни сигналов звуковой тревоги. Ничего не было в течение ночи и утра. И на мгновение подумалось, что вообще наступил мир. Вернее, даже не наступала война. Нет никакой войны. Все так же, как было до 24 февраля. Но 18-19 числа, конечно, город просыпался от раскатов. От громких взрывов, даже не раскатов, а от громких взрывов, от громких прилетов в промышленную зону. Вчера также в течение дня был прилет в один из микрорайонов города, в центр города. Там есть пострадавшие, есть погибший один человек. Ну, судить о том, значительно-незначительное повреждение, как бы это неблагодарное дело. Потому как значительность повреждений для каждого своя. То есть, может быть, для кого-то разбитая форточка, это уже значительное повреждение. Но, конечно, чуть лучше выглядит все это, чем результаты предыдущих попаданий в жилой массив, которые были раньше. Вчера еще город накрыла одна бомба, это информационная. Наверное, все слышали о постановлении 75-66, постановление Верховной Рады от 18 июля. По промысловому, ведь чуть же не война при военном устане. Ну, я как-то так оно называется, постановление. Но пояснительной записки говорится только конкретно о заводе НКМЗ. Ну, автор этого проекта, этого постановления, этого проекта постановления Арьев. Наверное, знаете, кто это и к кому он относится. И еще, что удивительно, как бы, даже не удивительно, а что вызывает какую-то мысль, на какие-то мысли наталкивает, это то, что принято 18, подано Верховную Раду 18 июля, в день рождения президента НКМЗ «Скудера», юбилей, 80 лет, подали такое постановление, проект постановления. 19 числа тут же его приняли. Как вчера интервью, ну, если верите этому интервью со «Скудером», то, как он сам говорит, что вообще ни сном ни духом об этом никто его известность не поставил. Ну, как бы, сопоставьте факты, сопоставьте сами эти факты и делайте выводы. Ну, это бомба, действительно, для работников НКМЗ, там, конечно, это серьезное потрясение. Все переживают, что будет дальше одно из градообразующих предприятий города, и что будет дальше, в общем, все это очень интересно. Всем пока, берегите себя, всем мира.